Весной 1904 года состояние Чехова резко ухудшилось. Он мог прободить на ногах лишь несколько часов в день. Жена Антон Палчи решила немедленно везти его на лечение в Германию. Доктор Шверер уже несколько дней был не в духе. Его новый пациент оказался так плох, что руки опускались. О чем думала фрау Ольга, когда везла мужа сюда, в Баденвейлер, в таком состоянии? И что теперь с ним прикажете делать? Не сегодня-завтра он здесь умрет. Разве это можно на таком респектабельном курорте? Непостижимо. Человек говорит, что он сам врач, и при этом в последней стадии чахотки носится по всей Европе, не соблюдает никакого режима, женится на актрисе, губит себя, будто нарочно. Говорят, этот Чехов великий писатель. Кто знает, кто знает. Очевидно одно. Врач он плохой. С конца 19-го столетия входят в моду немецкие курорты. Баден-Баден, Бад-Киссинген, Баденвейлер. К русской речи здесь привыкли. Русский стиль всем знаком. Роскошь, либеральные разговоры, изящно одетые женщины. Промышленность в России развивается невиданными темпами. Экономика на подъеме. И все-таки Европа не торопится признать Россию равной. В конце концов, крепостное право отменено не так давно, в 1861-м. Большая часть населения живет в нищете. Средний доход жителя России – порядка 60 рублей. В три раза меньше, чем в Европе. Средняя продолжительность жизни – 30 с небольшим летом. Лишь два человека из десяти умеют читать. Зато наука в России переживает расцвет. В 19 веке медицина была на высоте. И как раз в те годы жили очень яркие люди, которые вошли в историю медицины. Это вообще была эпоха распространения позитивных наук в России. Посмотрите, какие литературные герои изображаются в литературе, начиная с 60-х годов. Врачи. Канонический образ Антона Павловича, знакомый нам с детства, любовно создавался в советское время чиновниками от науки. Все мы помним этот набивший оскомину портрет. Тщедушный интеллигент в пенсне с печальным, глубокомысленным взглядом. Такому уж точно чужды человеческие слабости и страсти. На самом же деле Чехов был весьма привлекательным мужчиной. Очень высоким, особенно для своего времени, метр восемьдесят шесть. У него были правильные черты, густые волнистые волосы, приятный баритон. В 1879 году Антон Чехов становится студентом медицинского факультета Московского университета. Он влюблен в медицину настолько, что временами забывает о своей писанине, забавных рассказах, которые публикует под псевдонимами Антоша Чеханте и «Человек без селезенки». Медицина не была его призванием, а я думаю, это был, как сказать, выбор, продиктованный необходимостью. Писать бы он стал во всех случаях, независимо от того, какова бы ни была его, так скажем, официальная профессия, потому что, в общем, рассчитывать с ранней юности на то, что ты будешь жить на литературный заработок, и в то время, как и сейчас, в общем, надежды разлучайно мало. Он сам говорил, что первый рассказ написал, чтобы у матери было, как, на что испечь пирог. Ну, это все, так сказать, шуточки Антона Чеханте, в котором он, в общем, где-то оставался всю свою жизнь, уже вплоть до того, когда он был весьма знаменитым писателем. Основная часть литературных занятий Чехова – так называемая журналистская поденщина. Фильетоны, заметки по случаю, репортажи – все это – возможность заработать. Чехову было 16 лет, когда его лавошник-отец обанкротился и сбежал от таганрогских кредиторов в Москву. Теперь на заработке Антона живут родители, сестра и младшие братья. Купе первого класса. На диване, обитым малиновым бархатом, полу лежит хорошенькая дамочка. Дорогой бахромчатый веер трещит в ее судорожно сжатой руке. Пенсионер – то и дело спадает с ее хорошенького носика. Брошка на груди. То поднимается, то опускается. Точно ладья среди волн. Она взволнована. Против нее на диванчике сидит губернаторский чиновник особых поручений. Молодой начинающий писатель, помещающий в губернских ведомостях небольшие рассказы, или, как сам он называет, новеллы из великосветской жизни. Он глядит ей в лицо, глядит в упор, с видом знатока. Он наблюдает, изучает, улавливает эту эксцентрическую, загадочную натуру, понимает ее, постигает. Душа ее, вся ее психология у него, как на ладони. О, я постигаю вас, говорит чиновник особых поручений, целуя ее руку около браслета. Ваша чуткая, отзывчивая душа ищет выхода из лабиринта. Да, борьба страшная, чудовищная, но не унывайте. Вы будете победительницей. Да. Однажды, выполняя редакционное задание в суде, Чехов неожиданно начинает кашлять. На репортера оборачиваются, ему шикают, но он не в силах остановиться. Платок окрашивается кровью. Чехов не может не понимать зловещего смысла этого происшествия. Симптомы чахотки отлично известны студенту медицинского факультета. Однако Антон придумывает приступ и иное объяснение. Кашель приписывает простуде, а кровь, лопнувшему в горле сосуду. Эту легенду с небольшими вариациями он будет использовать долгие годы. А кровь научится потихоньку сплевывать в стакан, так, чтобы не видели домашние. В июне 1884 года с разницей в неделю происходят два важнейших события в жизни Антона Чехова. Он сдает выпускные экзамены в университете и публикует свой первый сборник сказки Мельпомены. С этого момента Чехов официально врач, а также писатель. Де юре и де факто. Я думаю, что вот этот объективный чеховский взгляд, холодный такой, рассудочный, в общем, действительно, можно ближе всего, даже если бы он не занимался медициной, легче всего было бы сравнить со взглядом диагност или даже патологоанатома, который, в общем, ставит диагноз совершенно независимо от того, кто перед ним, очаровательный ребенок или там 90-летний старец. Чехов был хорошим врачом. И я думаю, что это подтверждается откликами современников, которые говорили о том, что он хороший диагноз. Первое дело для врача поставить правильный диагноз. Если поставлен правильный диагноз, все остальное дело, как я себе представляю врачебную работу, все остальное дело уже техники. А Чехов был хороший диагноз, потому что он был объективный художник. Летом 1884 года Антон Палыч, теперь его все чаще называют так, по имени и отчеству, начинает принимать пациентов. Семья гордится. Для мещанина стать врачом значит занять достойное место в обществе. Практику Антон Палыч начинает осторожно. Его главный принцип не навреди. Впрочем, случаются казусы. Однажды Чехов при указании дозировки лекарства ставит запятую не там, где следует. Снадобье, приготовленное по такому рецепту, может убить человека. Спохватившись, он на последние деньги нанимает лихача и мчится к пациенту, едва успевает исправить рецепт до того, как его отнесут в аптеку. Но скоро появляется опыт, а с ним уверенность в своих силах. Между тем, собственное здоровье доктора оставляет желать лучшего. Начиная с 1884 года приступы кашля с кровью случаются у Чехова каждую весну. Он тщательно скрывает это от близких, особенно от матери и сестры. И вот на этом фоне ему нужно было все забыть, все бросить и лечить туберкулез. Или надо было уехать в степи и пить кумыс, допустим. Или куда-нибудь в Баден-Баден и пить какие-то лечебные воды. А это годы. Это годы жизни, которая может, опять-таки, не вернуться. Потому что никто не знает, поможет лечение или не поможет. Трудности не пугают молодого Чехова. Чем сложнее, тем интереснее. Даже в любви он ищет бури. Не обращая внимания на благовоспитанных барышень он начинает ухаживать за подругой сестры Дуни Эфрос. Более взбалмошной эксцентричной особы свет не видывал. Дуня становится его невестой, но ненадолго. Бесконечные ссоры быстро надоедают обои. Помолвка расстраивается, но Чехов на удивление спокоен. В его жизни есть более серьезные привязанности. Не зря же своей любовницей он называет литературу, а законной женой медицины. Ни одной женщине он не позволяет вмешаться в этот любовный треугольник. В 1888 году в Северном Вестнике появляется повесть «Степь». После нее об авторе начинают говорить как о серьезном писателе. Чехов окрылен. У него масса замыслов, десятки сюжетов. Он психолог, с одной стороны, микроскопист, то есть он следит за такими движениями человеческой души, которых не то чтобы не знали, а не изображали его выдающиеся старшие современники вот в этом обыденном их проявлении. Читая Чехова, вы найдете такое огромное количество особенно в числе отрицательных персонажей, родственных для себя душ, что мало не покажется. В кабинет доктора входит тусклая личность с матовым взглядом и катаральной физиономией. Судя по размерам носа и мрачно-меланхолическому выражению лица, личность не чуждо спиртных напитков, хронического насморка и философии. Он садится в кресло и жалуется на дышку, отрыжку, изжогу, меланхолию и противный вкус во рту. «Чем вы занимаетесь?» спрашивает доктор. «Я?» «Барматург», заявляет личность не без гордости. Доктор мгновенно проникается уважением к пациенту и почтительно улыбается. «Ах, это такая редкая специальность», бормочет он. «Тут такая масса чисто мозговой нервной работы». «Полагаю». Писатели так редки. Их жизнь может походить на жизнь обыкновенных людей. А потому я просил вас описать мне ваш образ жизни, ваше занятие, привычки, обстановку. Вообще, какой ценой достается вам ваша деятельность? «Извольте-с!» соглашается драматург. «Встаю я, сударь, мой часов этак в двенадцать, а иногда и раньше. Вставши, сейчас же выкуриваю папиросу и выпиваю две рюнки водки, а иногда и три. Иногда, впрочем, и четыре, судя по тому, сколько выпил накануне. Так-с! Если же я не выпиваю, то у меня начинает рябить в глазах и стучать в голове». В 1889 году Антон Палыч знакомится с Ликой Мизиновой. Очаровательной, остроумной, талантливой. Мизинова кружит головы всем чеховским приятелям, но ее взгляд всегда устремлен на Антона. Прекрасная Лика влюблена. Впрочем, это не мешает ей флиртовать с другими. За ней ухаживает Левитан, Шаляпин, Мамонтов. А историю ее отношений с модным писателем Потапенко Чехов позже использует в чайке. Трагический роман Нины и Тригорина это о них. Но пока она еще верит, что ее ждет счастье с Антоном. Ходят слухи, будто они помолвлены. Пишет Чехов чаще всего между делом урывками. В доме на Садовой Кудринской, который Чехова называют комодом, постоянно гости. Григорович, Короленко, Гелеровский, Чайковский. Мог ли Чехов мечтать о таком обществе еще несколько лет назад? Он уже без преувеличения известный писатель. За свои рассказы он получил половинную пушкинскую премию по литературе. Пьесы не кажутся критики столь же удачными, зато приносят неплохой доход. Чехов шутит, что нарочно назвал свою комедию Иванов. Даже если на спектакль придут все однофамильцы героя, это уже обеспечит полный сбор. До Чехова не было, во-первых, в театре и в драматургии драматурга-интеллигента, который бы очень точно и тонко ощущал человека-интеллигента, его душу, его реакции, когда невозможно высказать впрямую чувства. Звезда писателя Чехова восходит. Впереди любовь в публике, новые литературные успехи, а может быть, кто знает, даже материальное благополучие. И вдруг весной 1890 года Чехов резко ломает линию судьбы и, не оглядываясь на приближающуюся славу, отправляется на край света. Остров Сахалин. Самая удаленная точка империи, восточная конечность материка. С 1869 года эта каторга самая суровая в России. Сюда ссылают опасных преступников, уголовных и политических. Родители в отчаянии. Год назад от туберкулеза умер брат Чехова Николай, талантливый художник, которому прочили большое будущее. До последнего часа он не знал, что у него чахотка. Антон Палч скрыл от него страшную правду. Смерть Николая стала для «Отпустить Антона на Сахалин значит вполне вероятно потерять еще одного сына. Это безумие добровольно ехать на каторгу и ради чего?» Его опять же совесть терзала. Ему хотелось увидеть эту жизнь, увидеть ту жизнь, которая так отгорожена и запретами сотнями тысячами километров от него. И он отправился со своим туберкулезом, зная уже, что это для него рисковано. Мне все время кажется, что Чехов спешил познать мир и увидеть то, что другие могут не увидеть. Конечно, нужно учитывать, что он на мир смотрел не двумя глазами, он смотрел как минимум шестью глазами. Потому что нужно взять глаза простого человека, нужно взять глаза писателя, врача. Я уж не говорю, что еще прибавить психологу. Вот такой человек, если он едет куда-нибудь в глубинку, увидит совсем другое. И он хотел это успеть. 21 апреля 1890 года Чехов садится в поезд на Ярославском вокзале. Так начинается его сахалинская эпопея. До Сергиева посада его провожает любопытная компания. Друг Антон Павлович Исаак Левитан с любовницей Софьей и ее мужем доктором Кувшинником. История этой троицы позднее трансформируется в сюжет рассказа Попрыгунья. Экзальтированная дама, импозантный художник и благородный врач. Чехов уверял, что история вымышленная и все совпадения случайны. Однако Левитан обиделся не на шутку и несколько лет не разговаривал с писателем. Путь до Сахалина занял 81 день. Из Москвы до Ярославля по железной дороге. Из Ярославля на пароходе по Волге и Каме до Перми. Из Перми до Тюмени по железной дороге. Из Тюмени до Байкала на Лошадях. Через Байкал на пароходе, а затем снова на Лошадях до Сретенска. Из Сретенска до Николаевска по Амуру и через Татарский пролив на Северный Сахалин. Всего на Лошадях Чехов четыре тысячи версток. Тряска отчаянная. Не раз его кибитка переворачивается. Его выбрасывает в лужи и грязь, после чего приходится ехать в мокрой одежде. Май 1890-го в Сибири выдался самым холодным за 40 лет. Чехов отчаянно мерзнет и начинает кашлять кровью. Порой негде достать еды. Антон Палыч сутками мечтает о гречневой каше. Нет ни мяса, ни рыбы, молока нам не дали. Зато водка есть. Русский человек большая свинья. Если спросить, почему он не ест мясо и рыбы, то он оправдывается отсутствием привоза, путей сообщения. А водка между тем есть. даже в самых глухих деревнях и в количестве каком угодно. То, что Чехов видит и слышит на Сахалине, он не сможет забыть уже никогда. Голод, нищета, убожество повсюду. Девочки 9-10 лет зарабатывают проституцией. Интеллигентный начальник округа обстоятельно рассказывает о казни 9 человек, которых повесили подряд. гирляндой. Тюремный врач деловито прикидывает, сколько ударов плетьми может выдержать его пациент. Чехов присутствует при наказании. Эта картина будет ему снится многие годы. Чехов живет на Сахалине 3 с лишним месяца. Все это время он занят переписью населения. Спит по 5 часов в сутки, пешком пробирается к дальним поселениям. В итоге заполнено 10 тысяч карточек. По существу перепись населения острова Чехов осуществил в одиночку. Он увидел не только судьбу каторжных, он вообще увидел там в сжатом виде судьбу русского человека, даже находящегося за пределами каторги. потом в 95-м году издал книгу. Это повлияло на смягчение режима сахалинской каторги. Довольно редкий случай в истории объективного художественного творчества, когда написанное подобным образом сочинение влияет на реальную жизнь. Возвращается Чехов кружным путем. Через Индийский океан, Средиземные и Черные моря посещают Японию, Гонконг, Сингапур, Цейлон, Константинополь. На Цейлоне он покупает мангуст, на котором дают кличку Сволочь. Семья в ужасе. Сволочь перевернул дом вверх дном, а однажды ночью укусил мать писателя за нос. Зато в обществе мангуст вызывает ажиотаж. Зинаида Гипиус делает страшные глаза. А он на Сахалине очень много понял. Не только про Сахалин. Существует такая загадочная вроде бы фраза «У меня все про Сахалин после поездки на Сахалин». В 92-м году Чехов покупает имение в Мелихове и переезжает туда вместе с отцом, матерью и сестрой Машей. Вся семья с увлечением окунается в помещичьи заботы. Третье марта. Весенний прилет птиц уже начался. Вчера видел Воробьев. Привет вам, пернатые дети юга. В вашем сладостном чириканье как бы слышу пожелания. Будьте счастливы, ваше превосходительство. 14 марта. Спросил сегодня у Марфы Евлам пивны, отчего это петух поет так часто? А она мне ответила, от того, что у него горло есть. А я ей, у меня тоже есть горло, однако ж я не пою, как много в природе таинственного. в доме всегда полно гостей, хотя от станции 10 верст по бездорожью. Нарядные дамы и господа частенько идут пешком со свернками. Ветчина, балык, свечи. Покупать все это надо в Москве, в глуши ничего не найдешь. У Чеховых шумно, весело. Вообще-то, покупая загородное имение, Чехов мечтал о покое. Однако здесь его оказалось еще меньше, чем в Москве. Он единственный врач на всю округу. И если что-то случается, за ним приезжают даже среди ночи. На свои деньги Чехов организует в Мелехове врачебный пункт. Его участок составляет 25 окрестных деревень, 4 фабрики и монастырь. Когда Антон Павлович дома, на крыше флигеля поднимают флаг, чтобы крестьяне знали, что доктор принимает. Чехов именно уникален тем, что он и врач, и писатель. И я думаю, что действительно, если бы он не был врачом, если бы он не знал ту же клиническую психологию, медицинскую психологию, то наверное бы он не смог так ярко описать своих героев. Я думаю, сравнение с медиком Чехова было бы правомощно, чем бы он не занимался. Я думаю, что если бы кроме литературы он бы занимался еще, не знаю, юридической практикой или переводами, все равно так или иначе пришли бы, разбирая его творчество к этому сравнению и к этому определению его, если можно это назвать, творческому методу. это именно жестокое холодное препарирование. В Мелихове Чехов пишет лучшие свои рассказы. Попрыгунья, черный монах, скрипка Ротшильда, студент, палата номер 6. Однако сидеть на двух стульях становится все сложнее. Заниматься врачебной практикой в полную силу и при этом серьезно писать невозможно. Антон Палыч отчетливо понимает, что пришло время выбрать что-то одно. В 1894 году заканчивается срок службы Чехова в земстве и он принимает трудное для себя решение оставить медицину и полностью посвятить себя литературе. Начинается новая жизнь. Он свободный человек, у него есть время писать, его ничто не отвлекает. Но теперь его мучит совесть. Жизнь писателя кажется ему чересчур праздной, чересчур беззаботной. И он затевает строительство школы для крестьян. Многим Чехов кажется чудаком. Живет очень скромно, экономит, даже хорошего зимнего пальто у него нет и при этом тратит время и деньги на благотворительность. Антон Палыч протестует. Для него это не просто благотворительность, это единственно возможный способ примириться с самим собой. мы видим тех, которые ходят на рынок за провизией, днем едят, ночью спят, которые говорят свою чепуху, женятся, старятся, благотушно тащат на кладбище своих покойников. Но мы не видим и не слышим тех, которые страдают. И то, что страшно в жизни, происходит где-то за кулисами. Все тихо, спокойно и протестует только немая статистика. Столько-то с ума сошло, столько-то ведер выпито, столько-то детей погибло от недоедания. И такой порядок очевидно нужен, очевидно счастливый, чувствует себя хорошо только потому, что несчастные несут свое бремя молча. И без этого молчания счастье было бы невозможно. Это общий гипноз. Надо, чтобы за дверью каждого довольного счастливого человека стоял кто-нибудь с молоточком и постоянно напоминал бы стуком, что есть несчастные, что как бы он ни был счастлив, жизнь рано или поздно покажет ему свои когти. Стрясется беда, болезнь, бедность, потери, его никто не увидит и не услышит, как теперь он не видит и не слышит других. Но человека с молоточком нет, счастливый живет себе и мелкие житейские заботы волнуют его слегка, как ветер осилу. И все обстоит благополучно. Чехову 35 лет, но в литературной табеле о рангах он уже занимает одно из первых мест. В 1895 году он гостит у Толстого в Ясной Поляне. Дочь Толстого Татьяна Львовна заглядывается на Антона Павловича. Ей кажется, что она могла бы по-настоящему полюбить этого человека. Она даже потихоньку спрашивает у матери, как бы она отнеслась к ее роману с Чеховым. Однако такая партия для дочери кажется Софье Андреевне смехотворной. Похоже, она забыла, что сама дочь врача. А будь Чехов не доктором, а графом, кто знает, два русских болит Чехову и считает его первоклассным писателем. Правда, он недоволен его пьесами. Шекспир писал скверно, а еще хуже. У Чехова словами только загораживаются как раз чувства тарарабумбия, сижу на тумбе Чебутыкина или там-там объяснений Вершинина и Маши. Это такой птичий язык, да? А когда нужно что-то скрыть, чувства, наоборот, очень большие монологи как, в общем, современный интеллигентный человек. Когда много говорит, это значит, он думает и чувствует что-то другое. Он и сейчас один из самых ставимых драматургов в мире. А в то время это просто была новация на грани революции в театральном деле. Почему успехи чередовались с провалами, потому что попытки ставить его в традициях тех течений, которые в драматургии были и приветствовались, были на слуху и считались успешными и путеводными, очень часто заканчивались, если уж не полными провалами, то, в случае, не успехами. Премьера «Чайки» состоялась 17 октября 1896 года в Петербурге в Александринском театре. Спектакль ставил Евтихий Карпу. Режиссер отнюдь не выдающийся, но это было в порядке вещей. В те времена роль постановщика вообще не считалась важной. Хозяевами сцены были актеры. Для «Чайки» выбрали очень хороший состав. Но это не помогло. Артисты не понимают своих ролей. Они бессмысленно топчутся на сцене и от растерянности путают слова. Даже Вера Комиссаржевская, которая на репетициях играла Нину на одном дыхании, поддается общему настроению. Она произносит свои слова, едва сдерживая рыдание. Публика с недоумением смотрит на сцену. Чехов не выдерживает. После второго акта он выходит из зала. «Чайка» это, конечно, трагедия. Как и вообще вся драматургия Чехова это трагедии. Трагедии шекспировского масштаба. Но если трагедию русской жизни изображать как трагедию, то вообще жизнь вымрет. Чехов это чувствовал инстинктным художником. Поэтому он смягчал трагические тона. Смягчал жанрово определяя то, что происходит на сцене как комедия. Но играть это как комедию нельзя. «Чайку» сыграли как комедию, поэтому все провалилось. 22 марта 1897 во время обеда в московском ресторане «Эрмитаж» у Чехова хлынула горлом кровь так, что залила рубашку. Антона Палыча положили в клинику Остроумова на Девичьем поле. Диагноз, который поставили врачи, вряд ли был неожиданным для него. Туберкулез в стадии обострения. Весть о болезни Чехова быстро разносится по Москве. Одной из первых Антона Палыча навещает Лидия помышляет о том, чтобы ради него бросить мужа. Зайдет к больному Чехову Лев Толстой. Говорить будет о загробной жизни. Я бы взялся утверждать, совершенно не имея для этого никаких доказательств, кроме логических, что если бы русская жизнь была другой, Чехов бы не умер. Но если бы она другой была, не было бы Чехова. Чехов умер от русской жизни. Это главная причина его смерти. Выписавшись из клиники в апреле 1897-го, Чехов вновь начинает строить жизнь так, как он любит. Инвалидом он себя не чувствует. Плохо ли ему, хорошо ли сидеть, накрывшись пледом, не в его характере. Он хлопочет о журнале хирургии, который хотят закрыть, агитирует приятелей вместе поехать в Алжир, в Париже уговаривает Антокольского создать памятник Петру I для Таганрога. Чехов никогда не забывал город, в котором родился. посылает 319 томов французской литературы в Таганрогскую библиотеку. Вот такая насыщенная, яркая жизнь, но человека, который знал о том, что его жизнь не беспредельна, как и в принципе и у остальных, но его жизнь будет более короткой, чем у других. Зная о своем заболевании, конечно, он не мог это не проецировать как бы на странице своих произведений. Теперь жизнь стала зависеть от болезни. Все чаще она диктует, что есть, сколько спать и сколько работать. Но главное, болезнь выбирает, где ему жить. При чахотке показан мягкий климат. Чтобы купить дом в Крыму, Антон Павлович становится марксистом. Марксом зовут книгоиздателя, с которым он заключает договор на все свои будущие произведения на 20 лет вперед. Друзья возмущаются, сделка крайне невыгодна для чехов. Разумеется, ни они, ни книгоиздатель не знают, что 20 лет впереди у него нет. Так или иначе, договор позволяет сразу получить большую сумму денег и построить дачу в Ялте. Дачу строит молодой архитектор Шаповалов. Это самое оригинальное строение в городе. Чехов поселяется там с матерью сестрой. И какова ирония судьбы? Именно сейчас Антон Палыч находит дело, которое привязывает его к Москве. Незадолго до отъезда Чехова в Крым руководитель художественного театра Немирович Данченко просит разрешить ему поставить чайку. При одном воспоминании о злополучной пьесе Чехова бросает в дрожь. Он отвечает решительным отказом. Однако Немирович настаивает и в конце концов Антон Палыч сдается. 17 декабря 1898 года Чайка снова на сцене. Актеры от волнения едва стоят на ногах. Всем ясно, что еще одного провала Чехов не переживет. Первый акт заканчивается при гробовом молчании зала. Одна из артисток падает в обморок. И вдруг после долгой паузы рев, треск, бешеный аплодисмент. В художественном театре Чехов встречает свою будущую жену. Ольга Книпер несмотря на молодость играет в чайке Аркадина. Симпатия вспыхивает с первого взгляда. В этой женщине Чехова привлекает буквально все. Яркая внешность, неунывающий характер и обезоруживающая откровенность, с которой она флиртует с ним. Друзья не одобряют его выбор. Ольга кажется слишком легкомысленной. Да и что греха таить весьма эгоистичной. Решительнее всех о женитьбе Чехова высказывается Бунин. Это самоубийство. Хуже Сахалина. Говорят, что это была за жизнь странная. Писатель живет в Ялте больной, она играет. Что это какая-то несчастливая жизнь. И в то же понимаете, это отношение двух художников, крайне деликатных друг к другу, особенно Чехов. Он не хочет ее вырвать из ее родной стихии художественного театра. Он предпочитает вот такую жизнь. Хотя иногда тоже и взрывается и говорит, что где-то он далек. Господи, Ялта, теплая Ялта, для него тоже в какой-то степени Сахалин. Конечно, если бы он женился на какой-нибудь литературе ветшей в перекрученных чулках, в синих очках и с неэлеминемытой головой, и, наверное, литература видения мировой была бы счастлива. Но вот почему-то все они промахивались. И Пушкин тоже не ту выбрал, и Лев Николаевич, и Антон Павлович. Вот что-то не туда они все время смотрят. Мне опять попалась модная картинка с платьем, которое ей понравилось. и я вообразил себе ее на балу с веером, с голыми плечами, блестящую, роскошную, знающую толк и в музыке, и в живописи, и в литературе, и какую маленькую, короткую показалась мне моя роль. Наша встреча это наше супружество были лишь эпизодом, каких будет еще немало в жизни этой живой, богато одаренной женщины. Все лучшее в мире, как я уже сказал, было к ее услугам, и получалось ею совершенно даром, и даже идеи, и модные умственные унижения служили ей для наслаждения, разнообразия ей жизни. И я был лишь извозчиком, который довез ее от одного увлечения к другому. Теперь уж я не нужен ей, она выпорхнет, и я останусь один. В Ялте ничто не отвлекает от литературных занятий, но Чехову пишется все труднее. Каждую строчку приходится отвоевывать у болезни, которая лишает его последних сил. Зиму 1903-1904 годов Антон Палыч проводит в Москве. 17 января в художественном театре премьера пьесы «Вишневый сад». Чехов Чехов очень плохо. Сильно похудел, бледен, ему трудно стоять. Видя его, знакомые едва сдерживают слезы. Чехова я видела почти в каждой стране. В Африке они были, не знаю, играют они Чехова или нет. Англичане вообще Чехова себе присвоили, как мы себя присвоили Шекспира, например. Шекспир тоже ведь наш драматург. Чехов это уже это это не только русский драматург, он он общечеловеческий, потому что ставятся общечеловеческие вопросы и общечеловеческие чувства. Вот Чехов выделяет вот такие отдельные оазисы, даже если это какой-то бедный несчастный человек со своими пороками. Но это знаете вот как Ноев ковчег. И на Ноевом ковчеге он собрал определенный драгоценный груз. И придет время именно так к этому будет относиться человек, потому что это потребуется для продолжения вообще человеческого рода, чтобы он не вымер, чтобы он остался человеком. Вы знаете, поразительная история произошла уже в наши времена, был такой драматург Ионеско. Знаменитый, что это сейчас. И кто-то ему однажды задал вопрос, а кого бы хотели назначить тот, если бы можно было президентом земного шара? Чехова, сказал Ионеско. Форумы, в которые он выразил, все те проблемы русской жизни, с которыми мы сталкиваемся, читая его сочинения, они таковы, что эти вопросы никуда не делись и сейчас. Поэтому, когда заходит разговор о том, современен Чехов или нет, то, конечно, современен, потому что он создал метафору таких смыслов, которые мы еще будем изживать, наверное, столетия. И в этом отношении он, конечно, не устареет до тех пор, пока вообще на русском языке говорят в этой части земного шара. В ночь с 1 на 2 июля Чехов проснулся и первый раз в жизни сам попросил позвать доктора. Пришел доктор, осмотрел его и велел подать шампанского. Чехов знал об этой традиции. Находясь у постели умирающего коллеги и видя, что надежды нет, врач должен предложить ему шампанского. Он все понял и спокойно сказал по-немецки «Ищ штербе». Я умираю. Потом взял бокал, выпил все до дна, тихо лег на левый бок и через несколько минут сердце его остановилось. В комнату влетело огромных размеров бабочкой стало биться о лампочке. Шверов ушел и в ночной тишине со страшным шумом выскочила пробка из недобитой бутылки шампанского. Мы, дядь Ваня, будем жить. Проживем длинный-длинный ряд дней, долгих вечеров. Будем терпеливо сносить испытания, какие пошлет нам судьба. Будем трудиться для других и теперь и в старости, не зная покоя. А когда наступит наш час, мы покорно умрем и там, за гробом, мы скажем, что мы страдали, что мы плакали, что нам было горько, и Бог жалится над нами, и мы с тобою, дядя, милый дядя, увидим жизнь светлую, прекрасную, изящную. Мы обрадуемся и на теперешнее наше несчастье оглянемся с умилением, с улыбкой и отдохнем. Я верую, дядя, я верую горячо, страстно. Мы отдохнем, мы отдохнем, мы услышим ангелы, мы увидим все небо в алмазах, мы увидим, как все зло земное, все наши страдания потонут в милосердии, которое наполнит собою весь мир, и наша жизнь станет тихой, нежной, сладкою, как ласка. Я верую, верую, мы оттыхнем, мы оттыхнем. МЕЛОДИЯ Субтитры подогнал «Симон»